Новгородский музей-заповедник пополнил свои фонды уникальной коллекции игрушек. Некоторые экспонаты относятся еще к 16 веку. Специалисты называют это крупнейшим приобретением нашего музея за последнее десятилетие. Посмотрите на две вот эти, например, куколки. Это тоже перчаточные куклы. Перчаточный театр, который у нас называется Петрушечный, вы это наверняка знаете. В разных странах подобный же театр просто имеет разные названия. Вот это, например, немецкий Касперл-театр. А это буртиная неполитанская. Вы видите, как много между ними общего. Но главное общее то, что этим куклам более 100 лет вообще-то, да? Просто в данном случае вот это полицейский, это солдат. Об игрушках Мария Марченко Мари может говорить бесконечно. Уникальную коллекцию, состоящую почти из 16 тысяч экземпляров, она вместе с коллегами собирала 20 лет. Все это время экспонаты хранились в частном музее в Санкт-Петербурге. А теперь принято решение передать их Новгородскому музею-заповеднику. Первую партию в наш город уже привезли. Считаем для нас это профессиональной победой, новыми перспективами, новыми интереснейшими идеями и музейными открытиями. Поэтому вот эта задача для нас очень интересна. Чего скрывать все мы родом из детства. Игра-игрушка сопровождает человека всю его жизнь. Коллекция состоит из трех частей. В разделе «Народные игрушки» представлены около 40 стран. Индийские и китайские перчаточные куклы, мексиканская копилка и многое другое. А собрание экспонатов из Африки вмещает как традиционные из пальмового листа или дерева, так и современные ресайклинг-игрушки, сделанные из консервных банок, проволоки и других подручных материалов. Есть отдельная группа так называемых индустриальных изделий, произведенных на фабриках и мануфактурах. Особая гордость – авторские произведения. Фонд авторской художественной игрушки. Здесь я могу смело сказать, что Новгородский музей на сегодняшний день является единственным владателем такой уникальной коллекции. Ни единый музей в мире вот так комплектно, комплексно авторскую художественную игрушку не собирал, потому что явление это, хотя и уходит веками в Древнюю Грецию еще, да, мы помним движущиеся статуи Дедала, да. Вообще, как явление в истории культуры, мы можем о нем говорить только последние лет 35-40. Первая выставка экспонатов приобретенной коллекции откроется не раньше лета. Музейщикам предстоит большая работа, но они уже сейчас уверены, что новый фонд будет интересен как детям, так и взрослым. Ведь это собрание игрушек – одно из самых представительных, причем не только в нашей стране, но и в мире. Вероника Корпесонова, Петр Самусов, Новости, Новгородское областное телевидение.